очагов тв представляет доброе утро привет а сколько у вас время сейчас сейчас спросить у меня 624 у нас краснодарский край а чего не спишь почему должен но под утро пушину как бы в основном согласен взаимный вопрос почему вы не ответил на мой взаимный вопрос он задает я не хочу а ты не сказал хочешь я понял но у меня аналогично я хочу посидеть здесь пообщаться с людьми почему нет ну да слушай я больше тут меня интересуют политические темы беседуешь на такие не политические темы меня вообще не интересны почему они мои сразу говорю тебя это никак не касается да да причем здесь не касается касается конечно но политика касается меня не от меня не от вас это ничего не зависит то что мы сейчас будем с вами обсуждать и рассуждать извините колыма оттуда не тронется согласно ну в принципе согласен да что от наших нас двое нас двое мы сейчас начнем с обсуждать я понял мне просто интересно смотри ну ты пойдешь голосовать в марте на выборы президента конечно нет нет а тут же а почему а смысл ну смотри ты слышал кто такой надежды да абсолютно нет не слышал да нет понятно то есть и пофигу может региона бойливаясь да нет надежде но они его еще пока не зарегистрировали может и не зарегистрировать но он уже набрал там больше ста тысяч голосов он выходит с лозунгом нет войне понимаешь я поэтому вот меня интересует просто вот как люди относятся к этому лозунгу не знаю не слышали почему я говорю ну ты был голосовал за кандидата который говорит остановить войну с его я вообще нет за кого не голосовал ты не хочешь остановки сло что ли причем здесь это причем здесь выборы и остановка сло так он говорит если он говорит если я стану президентом я первым делом остановлюсь его и выпущу всех политических заключенных из тюрем это он открыто заявляет ты бы не голосовал за такого я еще раз повторяю где политика и где война это две большие разницы война это и есть политика но правильно я согласен если это политика тогда они они воюют на своей на своем уровне но а нас это как это касается как на своем уровне на что от нас воюет что меня зависит что от тебя зависит я да нет проблем я же не говорю что это зависит у меня к тебе вопрос ты бы голосовал за такого президента который бы и вопрос зачем тогда ты задаешь такие вопросы и хотел бы с президентом стал человек который остановит и своего она не остановится в любом случае это уже другой вопрос в любом случае хотел бы чтобы вот он остановил кто именно надежды я его не знаю поэтому я ничего тебе хорошо чтобы любой человек остановилась его ты хотел бы естественно потому что война это злобли вот для любой для любой нации неважно какая совершенно верно она любой нация она извини меня она смотри если мы будем сидеть и ты и я да еще миллионы людей то никогда ничего не остановится понимаешь согласен не спорю ну значит вывод вывод значит для этого что-то надо делать правильно да правильно кто это будет делать кто это будет организовать и я одну все опять же хорошо ты я пошло от тебя друзья от меня друзья да образно не смотри я понял твой вопрос смотри есть такой кандидат сейчас борис надеждин который идет на выборы лозунгом первый день как я остановлюсь президентом выпускаю всех политзаключенных и останавливаю СВО то есть тем что ты пойдешь например за него проголосуешь это ты уже внесешь какой-то свой малый вклад ничем не рискуя потому что он будет официальным кандидатом понимаешь не понятное дело это уже мой будет выбор и как за кого я проголосую вот я тебя про это и спрашиваю ты готов за такого голосовать ну а почему же ты не не поинтересовался кто это ведь скоро выборы осталось месяц с небольшим до выборов президента понимаешь потому что я знаю что это бессмысленно и интересоваться об этом тоже смысла нету вопрос вопрос в другом это все единое это все будет так как как оно было всегда и до этого шесть лет до этого шесть лет это будет одно и то еще два раза два раза по шесть лет будет да согласен да это бессмысленно то есть ты махнул ты махнул рукой на твои вот эти вот разногласия с властью если они у тебя есть конечно правильно я понимаю ну возможно я не буду спорить но при этом от меня то тоже ничего не зависит смотри когда каждый из там 140 миллионов больше от меня ничего не зависит свое мнение я могу его стоять меня интересует опять же кто его поддержит даже взять краснодарский край тихорецкий район кто его поддержит ну будет там человек сто кого 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 его мое мнение мое мнение ты же не озвучил твое мнение как как оно звучит твое мнение ты можешь хотя бы обозначить в двух словах нет ну вы говорите за то что за голосовать за того того да потому что он говорит я остановлю войну вот почему понимаешь я при я говорю почему я считаю что за него как ни за кого другого можно было бы голосовать я же тебе привожу аргумент нет я согласен возможно возможно может из-за него есть аргумент голосовать но данный момент я за него ничего не знаю ну так это очень легко открывает борис надеждин и ведь все информационное пространство о нем пестрит а ты о нем ничего не знаешь это странно как да согласен согласен иметь место быть это минус еще раз борис надеюсь да просто надеждин наберись нашел сейчас секунду да 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 1 декларацию какая декларация которую не должны сдавать перед выборами декларация что заработал а какая разница большая какая большая я могу такое открыть секрет то чтобы и извините либо он получает ну как зарабатывать минимум и у него там минимум допустим квартиры все остальное так то что есть по факту то что есть по факту значит этот человек уже не будет воровать и все остальное то бишь работать на себя есть какая-то к нему привилегия совершенно верно правильно я ничего не понял ну давай скажем что правильно дальше если у него есть какая-то одна квартира и он не богатый то он не будет воровать что-то я твоей логике вообще не понял тут логика абсолютно правильно я же не говорю что они про ли я ее просто не понял понял тут дохера расписано партии дети образование учет степени ладно но неважно ты убедился что есть такой кандидат я тебе говорю что основная его программа выпустить всех политзаключенных и остановить войну ты поддерживаешь такие лозунги или нет саму идею эту поддерживаешь или нет я тебе так скажу идею каждого свои да у тебя какая у тебя конечно у каждого твоя я твоей интересуюсь я останусь при своей но озвучивать я не буду а ты ты боишься озвучить свою идею я не боюсь но при этом я не буду озвучить потому что каждый останется при своем да я понимаю я считаю что надо остановить надо выпустить политзаключенных а ты считаешь это надо или не надо просто как бы вот фургала я бы выпустил не вопрос блин молодец красавчик а то есть остановить войну у тебя нет однозначного мнения на этот счет да да почему я наоборот положительно отношусь к этому ну положить а почему тогда боишься высказать свое мнение поэтому не то что боюсь я этот самый просто как бы ну у каждого свое мнение но при этом и почему это свое мнение ты боишься высказать которое у тебя свое абсолютно почему ты его боишься высказать а чё такая за партия гражданская инициатива инициатива до первого слышу ли да какая разница я говорю ты бы за этот лозунг проголосовал или нет чтобы остановить войну часик ладно подожди да 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 ты считаешь себя средним россиянином вот среднем да в смысле как понять я считаю среднем средний человек ничем особо не отличаешься от большинства ну то есть у тебя примерно средний уровень жизни средний уровень там дохода средний уровень мышления ну считаешь себя вот где-то вот в этой серединке блин если я живу в россии само собой блин в любом случае я какому-то отношусь какому-то ты относишься да ладно я вижу отвечать ты не хочешь пойду я дальше давай пока слушай я прям сейчас почитаю за него почитаю 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 пока средний человек давай чё-то на пока говорю пока давай давай средний человек название ролика средний человек вот если вот это средний человек так и есть ведь это же есть средний человек на самом деле что и кто и когда-либо может от него ожидать от этого среднего человека которых абсолютная большинство на сегодняшний день в российском социуме вот и все опять напоминаю не пишите между вот надеждин там и так далее еще раз напомню я не за надеждин я прекрасно понимаю что это все фигня он не сильно отличается и от путина на самом деле и никогда он естественно его не станет президентом это понятно опять же меня интересует вот вот это вот вся масса и и и ее отношения да к событиям которые вот имеют место прямо сейчас события это конечно в первую очередь война но вот и Субтитры подогнал «Симон»!